Закрепим на металлической пластине пластиковый бортик и установим над ней тонкую иглу. Подсоединим пластину к минусовому, а иглу к плюсовому выводом высоковольтного источника. Если подать на эти электроды высокое напряжение, на игле загорается коронный разряд, о котором мы уже рассказали в одном из наших фильмов. И в сторону пластины начинает дуть ионный ветер. А теперь зальем внутрь бортика тонкий слой подсолнечного масла и будем постепенно повышать напряжение. При 6 кВ поверхность масла покрывается мелкими воронками. Поднимем напряжение до 10 кВ. Рябь сменяется странными волнами, которые ходят по поверхности масла. Чем больше напряжение, тем меньше становится расстояние между гребнями этих волн. Посмотрите, какую удивительную картину они образуют. Положительно заряженные ионы вылетают из области коронного разряда, попадают на поверхность масла, медленно дрейфуют сквозь него и нейтрализуются на отрицательном электроде. Допустим, что на поверхности масла появилась небольшая впадина. Сопротивление масляного слоя под впадиной уменьшается. Ионные токи перераспределяются в пространстве так, чтобы больше ионов проходило через область меньшего сопротивления. Плотность положительных зарядов в толще масла под впадиной увеличивается. Отрицательные заряды перетекают под впадину. Масло в этом месте сильнее притягивается к пластине, так что впадина продолжает расти. Однако этому росту препятствуют две силы. Во-первых, это сила гидростатического давления, которая стремится вытолкнуть яму назад. Во-вторых, это сила поверхностного натяжения, которая тоже стремится разгладить поверхность. Чтобы яма все-таки росла, электрические силы должны перевешивать. Чтобы увидеть, как развивается эта неустойчивость, заснимем на скоростную камеру поверхность масла в момент включения напряжения. Поверхность покрывается мелкой рябью, а затем ячеистые впадины заметно углубляются. Появляются волны у бортиков, а ячейки на поверхности масла снова измельчаются и постепенно объединяются в длинные узкие гребни, разделенные впадинами. Эти гребни и впадины опять начинают укрупняться, и теперь мы наблюдаем установившуюся картину, общий вид которой дальше меняться уже не будет. На снимке поверхности масла, сделанном с большим увеличением, видно, что впадины между гребнями состоят из отдельных глубоких воронок. Слой масла на дне воронок очень тонкий, его электрическое сопротивление сравнительно невелико, поэтому почти весь ионный ток проходит именно через воронки. При увеличении напряжения ток коронного разряда растет, плотность воронок увеличивается, и рисунок гребней и впадин становится все более мелким. Сделаем еще один опыт. Внесем в область разряда медную проволоку с прикрепленной к ней иголкой. Вот мы видим тень от проволоки, а вот появилась тень от иголки. А теперь развернем иголку острием к пластине. Посмотрите, какая интересная картина под ней образовалась. Объяснение этого явления пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе.